Вот кайзер Германии, Вильгейм, в своё время, он накупил очень много себе лесов, земель там, лесов. И оказывается, чем он занимался, он вырубал эти деревья, вырубал, вырубал, вырубал эти деревья. Ну и тем самым, оказывается, спасался от нервного состояния. У него было очень сильное напряжение, и он этим спасался. Так это же одно из упражнений нашего ключа. А вот у Ванни Каренина, у Льва Толстого, у Великого Толстого, такое наблюдение, что Лёвин косил лук, косил лук, косил лук, и когда он входил в ритм... Какой гений Лев Толстой? Как он это обратил внимание? Косил лук, и тогда он чувствовал себя счастливым. Ну, потому что ритм повторяемых действий совпадал с текущим напряжением. Это я уже вам как психофизиолог говорю. Так вот, девочка, например, она крутит холохоп. Холохоп крутит такой обруч. И оказывается, это дети делают. И шалтай-болтай, и лыжника можно делать. В пяти упражнениях классических, синхрогимнастики. Классические есть упражнения. А эти все дополнительные, которые может человек уже посвященный, метод ключ, подбирать для себя. Чтобы переключаться от высокого стресса, страхов, паник, нервных напряжений, когда он не может решить какой-то вопрос. Переключаться на желаемое состояние. Даже на такое, вот я размечтался, нарисовал такую картину, что вы от стресса перешли к такому состоянию, когда мы все текут свободно, вы можете решить любые проблемы. Размечтался. Ну, запишитесь в нашу школу Homo Futurus. Человек будущего. Человек, который умеет использовать энергию напряжения от любого стресса, переключаться для решения своих задач и проблем. От повседневных до подвигов, до создания произведений. Школа Homo Futurus. Человек будущего.